Chapter 22. Глава двадцать вторая. The prince – a prisoner. Принц в заключении. Suddenly, a police officer pushed his way through the crowd. Вдруг через толпу пробрался полицейский. And was going to lay his hand. И собирался положить руку on the king's shoulder. На плечо короля. When Hendon said. Когда Гэндон сказал. Do not touch him, good friend. Не трогай его, дружище. He will go quietly himself. Он сам спокойно пойдет. Lead on. Идите вперед. We shall follow. А мы за вами. Офицер и женщина со своим свертком пошли вперед. Майлз и король с толпой. Пошли за ними. Когда они пришли к судье. Женщина сказала. Что мальчишка украл ее сверток. В котором был маленький поросенок. Поросенок обошелся мне в три шиллинга и восемь пенсов. Судья посмотрел на женщину. И по-доброму сказал. Добрая женщина. Вы разве не знаете, good woman, добрая женщина, that when somebody steals a thing, что когда кто-нибудь крадет вещь, that costs more than thirteen pence, которая стоит больше, чем тринадцать пенсов, the law says, закон гласит, he must be hanged for it. Что он должен быть за это повешен. The woman cried in great fear. Женщина закричала, сильно испугавшись. Oh, what have I done? Ой, что же я наделала? The poor boy must be hanged. Бедного мальчишку должны повесить. I do not want that. Но я не хочу этого. What shall I do? Что же мне делать? What can I do? Что же я могу сделать? The judge simply said. Судья просто сказал. You can change the cost of the pig. Вы можете изменить стоимость поросёнка. As it is not yet written down. Так как она ещё не записана. Then let the cost of the pig be eight pence. Ну тогда пусть стоимость поросёнка будет восемь пенсов. Cried the woman. Кричала женщина. Miles Hendon was so happy. Miles Gendon был настолько счастлив, что, к удивлению короля, he threw his arms round the boy. Он обнял мальчика and kissed him. И поцеловал его. The woman started away with her pig. Женщина вместе со своим поросёнком направилась к выходу. The police officer opened the door for her. Полицейский открыл ей дверь and followed her out into the hall. И вышел вслед за ней в коридор. Hendon wanted to know. Гендон хотел знать why the officer followed the woman. Зачем офицер проследовал за женщиной? So he went softly into the dark hall and listened. И поэтому он тихонько вышел в тёмный коридор и подслушал. He heard the following talk. Он услышал следующий разговор. It is a good pig. Это хороший поросёнок. I shall buy it. Я куплю его. Here is the eight pence. Вот восемь пенсов. Eight pence? Восемь пенсов? It cost me three shillings and eight pence. Но он же обошёлся мне в три шиллинга и восемь пенсов. Then you told a lie. Ну так значит вы соврали. You said the pig's cost was eight pence. Вы сказали, что стоимость поросёнка восемь пенсов. Come back with me before the judge. Вернёмся со мной к судье. And answer for your lie. И ответите за свою ложь. And then the lad will be hanged. А затем мальчишку повесят. Oh, good man. Ой, добрый человек. Say nothing more. Ничего больше не говорите. Give me the eight pence. Давайте мне восемь пенсов. And let us forget the matter. И давайте об этом забудем. Женщина ушла со слезами. And then came back into the judge's room. Гэндон вернулся в зал судьи. The judge said some kind words to the king. Судья сказал несколько добрых слов королю. And sentenced him to a short term in prison. И приговорил его к кратковременному заключению в тюрьме. The king was very much surprised. Король был очень удивлён. He opened his mouth. Он открыл рот. And was going to give the order. И собирался отдать приказ. To hang the good judge. Повесить доброго судью. But Hendon took him by the hand. Но Гэндон взял его за руку. And they quietly followed the police officer to the prison. И они спокойно пошли за полицейским в тюрьму.